Всем привет, это программа Ask It Moe Week. Меня зовут Андрей Кекс, и я расскажу тебе о самых интересных новостях за прошедшую неделю из мира нашего неклассического. Но сначала ставь лайк. Молодец. А теперь новости. The University Impact Rankings. Знал ли ты, что Этмо вошел в топ-100 рейтинга The University Impact Rankings? Вот и мы нет. До этого самого момента. Вошел он по индустриализации, инновациям и инфраструктуре. Вообще, вот эта вот вся штука, это некий рейтинг, который оценивает вклад университета в достижение глобальных целей. Устойчивого развития ООН. Между делом, Этмо участвовал в семи инициативах. Ликвидация нищеты. Собственно, сама индустриализация, инновация и инфраструктура. Зачем я вот так делаю, я не знаю. Устойчивые города и населенные пункты. Хорошее здоровье и благополучие. Достойная работа и экономический рост. И последняя инициатива «Мир правосудия и эффективные институты». Уже 21 мая в Севкабеле пройдет Этмо Open Education. Преподаватели, эксперты в области образования, представители бизнеса и студенты соберутся вместе, чтобы обсудить ценности и перспективы университетского образования. Актуальные педагогические практики, а также диджитал-инструменты. Еще при этом они обсудят запросы студентов и возможности создания востребованных образовательных продуктов. Что хочу сказать. Потусим все в кабеле. Будет прикольно. Следующая новость. Нам так понравилось делиться с вами своим собственным мнением, что мы решили посвятить этому целую рубрику. Встречайте, наша новая рубрика. Как она, кстати, называется? Встречайте, наша новая рубрика. Ваня недоволен. Привет, меня зовут Иван, и я начинаю новую рубрику. Каждый день в ИТМО что-то идет хорошо, а что-то не очень. И вот про это не очень я вам и расскажу. Как вы знаете, АСК ИТМО это новостная программа. А что может быть лучше, чем новости месячной давности? В марте ученый совет подписал регламент об отборе студентов в ученый совет. What? Давайте разбираться. Ученый совет это парламент университета. Он принимает все основные решения. Как туда попасть? Нужно просто пройти выборы. Но только если вы не студент. Студент должен проходить конкурс. А какого хрена? Как раз таки студентов должны выбирать. Они должны доносить мнение всего сообщества до ученого совета. Но что получается сейчас? Ученый совет сам выбирает, кого он будет слушать. Вот это вот нормально выглядело? Вам это ничего не напоминает? С другой стороны, регламент даже не прописан. По документу нужно установить формат, требования, критерии и тематику конкурса. То есть практически все. И здесь появляются сомнения. А не будет ли этот конкурс как-то сделан в угоду определенных студентов? И последнее. Проходит конкурс 3 аспиранта, 1 студент ФСПО и 7 бакалавров и магистрантов. Да-да, они засунуты в один блок. То есть если конкурс пройдут только 7 бакалавров, то только 7 бакалавров будут говорить и за магистрантов. Но, правда говоря, не во всех университетах, в ученых советах есть студенты. Поэтому будем надеяться, что отобранные по конкурсу будут достаточно активны, чтобы говорить от лица всех. Если вас так же бомбит, как и меня, жду комментариев под этим роликом. Обкашляем этот вопрос вместе. Меня зовут Иван. Увидимся. Спасибо. Ну что, народ, как вам новая рубрика? Камеру опусти. Мы надеемся, что вам понравилась эта наша новая рубрика. Будем добавлять ее почаще. И если вы разделяете мнение нашего Ивана, то вы знаете, что нужно делать. Комментарии вот там вот внизу. А мы двигаемся дальше. Центр научной коммуникации университета Итво запускает новую англоязычную магистрскую программу. Public Health Sciences. Плохо выговариваю. Походу, мне надо записаться. В рамках нее будут готовить специалистов, которые будут заниматься популяционными исследованиями. А также экономикой здравоохранения и другими сферами. Которые находятся на самом стыке. Медицины, биологии и социологии. Мнение. Английский? Хорошо. Надо знать английский, чтобы смотреть сериалы на Нетфликсе в оригинале. Старая шутка. Знаю. Ну, классно. Магистрская программа новая. Учить английский на халяву в университете. Круто же. У меня отличные новости. Итмо в поиске новых лиц. А не вот этого вот всего. Открыта регистрация на серию фотосессий для использования в промо-материалах университета. То есть, это означает, если вы хотите, чтобы ваш фейс или какая-то любая другая часть вашего тела мелькала на всяких баннерах университета, на первых этажах главного корпуса или, возможно, даже на сайте. Кто знает, может, его сделают красивым. А благодаря именно вашему лицу. То я рекомендую вам быстро бежать в группу ВКонтакте в k.com slash itmore.ru И там, собственно, заполнять все нужные таблички и участвовать в этой самой фотосессии. Хочешь стать знаменитым на весь университет? Тебе сюда. 29-30 апреля состоится HALT Prize Impact Summit. О как! Ну а если по-русски, это полуфинал чемпионата социально ответственных стартапов. На нем студенты представят свои идеи решения проблемы пищевой индустрии. А 12 месяцев в смысле экспертов определяют, чья идея достойна быть услышанной Конгрессом ООН. ООО! Победитель пройдет акселерационную программу, после чего поборется за главный приз. А теперь, пожалуйста, внимание, сейчас будет произнесена самая большая сумма со времени выхода нашей программы. Один миллион долларов! 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 Ну а среди спикеров мероприятия вы сможете встретить таких людей, как Николай Давыдов. Надо теперь говорить, что он герой интервью с Дудя, если мы сейчас покажем здесь вот этот скрин Дудя. Андрей Зюзин. О нем придется сказать, у него дуть не брал интервью. Андрей управляющий партнер компании Fuel4Growth... Fuel4Growth... Fuel4GrowthVC. Я так и сказал. Еще в этом встрече Ефима Колодкина, компании CeoBashToday и многих других. Все подробности ищи в группе vk.com slash itmostunits. Ну и как всегда, наша любимая рубрика. Megabyte recommendation. Самая просветленная рубрика. Megabyte recommendation. А ты знаешь, как возникла известная фраза? Houston, we have a problem. И в чем заключался успешный провал НАСА? Если нет, то тебе об этом расскажет корреспондент Софья Жданова в рубрике имени языка Эйнштейна. Эээ. В статье, которая посвящена крупным космическим катастрофам. Ссылку на эту рубрику можно найти в группе ВКонтакте vk.com.mb.news Ну или просто переходите в полезные ссылки под этим видео Эй, ты че грустишь? Ну ладно тебе, ну закончилась программа, но на следующей неделе будет новая Да-да-да-да-да, как и всегда Самые интересные новости здесь, на канале университета Ставь лайк, подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал, оставляй комментарий, ну и будь молодцом Меня зовут Андрей Кекс, увидимся на следующей неделе Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok